только называлась она не ссср и не россия атлантида поздравляю вас жители рф вы атланты вы оказывается все это время жили в атлантиде если бы не александра римская кто бы вообще бы знал бы кто вы такие вы потомственные казаки и греческим происхождением атланты еще как мы дальше узнаем вы общаетесь с нами между собой на древний еврейский вот жалко я не сделал отдельные ролики по сайту и армия корусов армия это дополнил в раз в враж вошел сейчас попробую найти свет сталкивалась этим сайтом не с названием но мне я рожаю мне просто постоянно его тыкали тыкали в комментариях вот котлеров ты не прав вот александра римская она давно все доказала а ты чепуху людям втираешь но думаю ладно пойду пойду на этот сайт почитаю кто говорит кунгуров да я слышала но нет ни разу я не посещал этот сайт вообще вот но самое примечательное уважаемые слушатели и зрители что это псевдо александре хотя там шесть мужчин погонах и этого мне про мужчин никто не говорил это моя сенсорика просканировала 6 мужиков под именем александра римская этот сайт клепали причем они его клепали судя по всему писал иностранец потому что менталитет идиотский я потом вы поймете зачитаю почему вот задают этой псевдо сандре вопрос сандра мне котлеров на ютубе ответил по поводу вас что никакой сандре римской не существует это куча мужиков которые прикалываются а себя он называет русом славянином и со смердами ему не досуг общаться хочется ваше мнение узнать от вас самой ну ему и мужики в погонах под почесали свои лысые маковки до крови и задали вопрос а кто такой котлеров но женщина во-первых и ну не только женщина умный даже мужчина он был начале бы залез бы на сайт бы какой-нибудь в интернет бы а здесь типа здесь типа филипп к включили мол я не я и лошадь не моя кто такой как я вам типа принизить вот котлерово все видели и в лицо и могут с ним общаться а вот какой-то сандра и швабра и никто и никогда не в лицо не видел ни лично не общался кто такая сандра швабра нет отвечает котлерово сул гудман на youtube и делает программы о сотовой земле слава богу что кунгуров после того как я стала настаивать чтобы он почитал ваши стадии наконец-то стал иногда на них ссылаться видишь ты вот сделал рекламу а теперь мне придется зайти на этот сайт и посмотреть а чё я могу объяснить двух словах кому-то слушателям и зрителям значит по сюжету этого сайта жили-были евреи и потом когда появились русские русский язык это обрезанный еврейский язык устаревший то есть мы сейчас я общаемся с тобой на еврейском языке но сильно испоганиным вот и вот даже за счет обожаю читать это буквально две-три строчки и я просто это так значит что нам сообщается сайт до средних веков петербург назывался спарта так питерцы вы все спартанцы 300 спартанцев все нормально был столицей погибшего мира казаков все вся территория востоке северной Азии это территория казаков все казаки жили там столица была спарта современные нам реестровые кубанские казаки это были греки вот так вот то есть любой казак когда он казак он узнает что он потомственный казак он должен знать что он грек на самом деле причем из погибшей спарты как дальше пишет лысые мужики в погонах со своим древнегреческим языком вот видите какой поворот то есть это жили себе на территории современной россии древние греки потом они стали казаками и общались на древнегреческом языке и приступами древнегреческой демократии но без демократии куда вы знаете она демократия всегда была в спарте было такое рабство что и через 600 лет при слове демократия рука казака тянулась пистолету знаете такие зашуганные были казаки слово демократия услышит которая появилась лет сто двести назад а события описываются по этой статье короче 700 лет назад они хотят сказать что слово демократия было дальше уважаемые слушатели зрители еще интереснее до средних веков также было сначала централизованное государство со стороны со столицей потом же самом петербурге вечном городе армия только она называлась она не ссср и не россия атлантида поздравляю вас жителей рф вы атланты вы оказывается все это время жили в атлантиде если бы александра римская кто бы вообще бы знал бы кто вы такие вы потомственные казаки греческим происхождением атланты еще как мы дальше узнаем вы общаетесь с нами между собой на древний еврейский еврейский тут такие жутики я говорю тут просто без слез нельзя читать и причем сколько людей говорят слова ты не прав вот почитай и поумнеешь вот уважаемые случаи слушатели зрители читаем вместе с вами и умнеем что дальше пишет так и вот тут кстати вот на вот этой фразе я понял во первых литератора примитивный и он скорее всего был иностранец они переводили потому что такие словесные обороты мы как бы можем использовать но не 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 всегда вы смотрите что дальше он пишет и точно также тогдашняя интеллигенция устраивала свою революцию петрахдраде тогдашнего правительства атлантиды всем атлантом тут написано да интеллигенция боролась за власть как всегда тут во первых два раза слово интеллигенция повторяется очень часто по правилам даже я как говорится письменности знаю что такое нельзя так часто повторять слово в таком промежутке надо синоним искать обязательно синоним замену плюс интеллигенция это у нас нету такого мы не используем в обиходе слова интеллигенция либо это писал какой-то бывший советский диссидент вот либо иностранец по этой причине с партии до средних веков было то же самое что и в ленинграде в ссср вот так вот спартанцы жили в социализме в коммунизме и да еще не было демократия советского власть советского народа вот так вот такой имбирь симбиоз сибрион я не знаю когда захвачена интеллиги опять интеллигенция захвачена интеллигенция антлантида разгула древнегреческой демократии не выдержала и приказала долго жить вот такой поворот весь мир сотрясал кризис за кризисом своей гибели древний мир летел со страшной силой вот вот события когда писал в начале 14 века оказывается это все происходило во как капну начале 400 14 века гибель цивилизации было уже только вопросом не как а когда а потом началась война что это было за война казаки не уточнили кто что за война была никто ничего не знает сказать и не уточнили да они сказали только что депутаты устроили войну конечно вы знаете 700 лет назад у депутатов было такая развлечение они устроить ли нам очередную войну шку потирали руки те депутаты начали революцию а потом войну или наоборот это как это можно в это верить вот это я вот читаю не вот уважаемые вы видите я специально это все вы сами можете пройти ничего не скажу я не добавляю до средних веков погиб мир и погибло все что там погибло опять никто ничего не знает ну прям прям как фантасмагория какая-то что-то где-то было что-то где-то рвануло никто ничего не знает и вот дальше в таком духе кубанские казаки там с пистолетами бегают по атлантиде отла отлавливают тех кто еще говорит на древнегреческом языке если не учат древний римский то отстрелить и еврейские отстрелят тут же и главное депутатов всех сразу сломать на колумбу все поэтому демократии не получают все кидая ссылку на эту статью уважаемые слушатели зрители ничего я не сказал дальше я считать не вижу смысла потом там они будут рассказывать про людоедство и и так далее самое ценное в этом сайте это фотографии вот эти лысые дядьки в погонам им разрешили залезть в архивы просто такие фотографии которые вы найдете на этом сайте друзья у вас просто челюсть отвиснет это это просто клондайк это просто вот я вот сколько этот сайт изучал это но это просто это я не знаю это шедевр вот что самая цена на этом сайте титаник не тонул он благополучно достиг соседних земель и пассажиры все остались бермудский треугольник 50 процентов в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель олаф янсен из произведения дымчатый бог рыбак со своим сыном видел именно эти земли легендарные герои из произведения санник также достигли этих берегов нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах адмирал берли своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов у как а у у у Продолжение следует...